Здравствуйте, друзья! Меня зовут Станислав Радзешевский. На нашем телеканале вновь наступает время главной рыбалки. Вы знаете, друзья, достаточно часто, приходя с вами в магазин, на рынок, к знакомому продавцу, торговцу, мотылём, опарышем и прочее, мы сталкиваемся с кучей проблем после того, как уходим от него, оставив свои законные сбережения в кассе. Я попросил прийти к нам в студию Георга Халатяна. Здравствуйте, Георг! Здравствуйте, Станислав! Георг на протяжении последнего, наверное, десятилетия является владельцем компании GV, выводящим на отечественный рынок всё больше и больше новой и проверенной старой продукции для нас. С вами имеется в виду насадки. Можно, наверное, даже так сказать, лидер в производстве насадок. Не в продаже, а именно в производстве. Правильно я понимаю? В первую очередь, в первую очередь. Соответственно, Георг – это тот самый человек, который своими руками сначала там в одиночку, потом с помощниками, теперь на небольшой фабрике, заводе или как там это называется. Ферма. На ферме, да. Ферма разводит всё, что мы с вами насаживаем на крючки наших приманок. Понятно, что 100% я, как старый мормышник, точно понимаю, что это мотыль нескольких видов. И лиманный, и большой, и крупный, и поменьше, и прочее, прочее. И опарыш. Что ещё? Ещё это червь. Червь двух разновидностей. Это червь навозный и дендробена. Правильное их название у навозного червя – эйсения фоэтида, у дендробена – эйсения венета. То есть можно легко понять, что это очень родственные черви, отличаются они по большей части размером. Дендробена вырастает до 3-5 грамм. Крупная, взрослая особь навозного червя весит около 1,5 грамм. И разным количеством испускаемой при раздражении жёлтой, остропахнущей жидкости. Собственно, из этого и образовано название червя эйсения фоэтида. Фоэтида – это пахучая. Ну, хорошо. Это, получается, два вида червей, три, условно говоря, вида мотыля. Скорее, два. Два. Можно различать и правильнее. Орголовы различают. Крупные и мелкие, на самом деле. Ну, ещё лиманные. Да. Всё. Больше никаких различий нет. Да. Я имел в виду, что именно два. Лиманный мотыль – это очень сильная вещь в себе. Очень многие считают, что так называемый креветочный запах, который его сопровождает, сильно отпугивает рыбу. Аквариумисты считают, что рыба, которая питается в аквариумах лиманных мотылём, теряет способность к размножению. Сам лиманный мотыль бывает тоже очень разный. Бывает такой просто как каша. Очень сильно различается по солёности. Большого эффекта можно достичь, промывая этого мотыля. Но, в общем-то, исходя из того, что он очень мелкий, задача довольно затруднительная. Мы в своё время разработали разбивку, которая позволяет значительно избежать вот этого самого креветочного запаха. И, если условно говорить, процентов 30 рыболов считают, что принципиальной разницы между таким вот обработанным мотылём и мотылём, который признанно считается лидером среди мелкого мотыля, который моется в российских водоёмах пресноводных, практически нет. Но большая часть всё-таки считает, что такая разница есть, некоторые считают, что эта разница радикальная. Спортсмены относятся к последней категории граждан. Да. Совершенно точно. Ну, спортсмены вообще очень капризные. Капризные и сумасшедшие. Это я всё про себя знаю и про своих друзей, так что не стесняйтесь, можете рубить правду матку. Вы назвали разбивка. Это что, я могу прийти в какой-то магазин и сказать, здравствуйте, мне нужна разбивка для мотыля? Да. И не обязательно это будет наша разбивка. Более того, есть приверженцы пересыпать мотыля, скажем, глиной, которая тоже продаётся для поплавочников для утяжеления приконки. Есть приверженцы хранить мотыля просто в мокром полотенце. Не, а хранение мы чуть позже. Вот я сейчас хочу понять, что такое разбивка. Разбивка позволяет отделить гибнущих личинок от свежих и впитать ту патологическую микрофлору, которая способствует резкому увеличению скорости, лавинообразному увеличению скорости гибнущего мотыля. Известно вот как насморк, что если его лечить, он проходит за 7 дней, если не лечить, он проходит за неделю. Очень так же часто говорят и про мотыля, что любой мотыль, хороший он или плохой, он 3-4 дня выдержит, а дальше какой бы он ни был, он как бы закончит своё существование. И очень многие считают, что реальным способом борьбы является только один – ежедневная смена воды и пропускание мотыля. Некоторые это делают раз в 3-4 дня, но суть остаётся той же. То есть всё время свежая вода – удаление продуктов разложения погибших личинок. Если этого не делать, то процесс будет лавинообразный. Это точно. Если использовать разбивку, это позволяет заметно снизить хлопоты, поскольку, хотя мотыль живёт в воде, использование сухой разбивки позволяет ему продолжить существование без воды, но и без вот этой вот самой патологической, резкой патологической флоры. А что такое разбивка вообще? Это пузырёк, это баночка, что там должно быть написано? Ну, скажем так, наверное, если сказать более правильно, как мы употребляем, не просто разбивка на жаргоне, а разбивочная смесь. Она очень лёгкая в наше. Если там применяется глина, некоторые применяют сапропель высушенный, некоторые применяют опилки, некоторые применяют торф. В каждом случае… Торф сжигает мотыля. Очень быстро сжигает. Вот мы, кстати, применяем именно… Стамислав Розешевский, Москва. У нас мотыльная разбивка именно на основе торфа. Я ничего не понимаю больше в этой жизни. Вот. На самом деле это не понимают очень-очень многие. Был такой случай, когда одна из команд, не буду как бы в рекламных целях называть какая, взяла её непроверенную, и хотя я как бы предупреждал, что ну не стоит это делать на чемпионате России, сразу не попробовав, вылетела напрочь. То есть она вот как прокисшая прикормка, она не бывает не при воды, а от воды. Так и в этом случае вышло, что они заняли буквально последние места и ополчились после этого напрочь. Хотя я… Десять раз писал, как нужно сделать. Нет. Я десять раз говорил, что это непроверенная вещь, что любая вещь, она хороша. И хотя, как говорится, что гораздо лучше держит шуруп, забитый молотком, чем гвоздь, завёрнутый отверткой, тем не менее, всё-таки гораздо лучше всему находить своё правильное применение. И если вещь не опробирована, то её надо опробировать. И я не могу это сделать полностью самостоятельно, в конце концов, я производитель. Я готов это отдавать бесплатно, я готов выслушивать рекомендации, вносить изменения, улучшения, но в конечные итоги дело должно быть за потребителем. Хорошо. Значит, я могу прийти в какой-то солидный магазин и сказать «Здравствуйте». Не обязательно, как вы сказали, вашей компании, да, производящей. Мне нужна разбивочная смесь для мотыля. Как правило, это рыболовные магазины или магазины, специализированные для аквариумистов и любителей содержания в домашних условиях всякой там другой живности? Это только рыболовные магазины и о его солидности, даже не сколько о солидности, а о том, насколько он в теме. Именно об этом и надо судить. То есть, если разбивки мотыльной там нет, ну, значит, надо хорошо подумать, а вообще стоит ли ходить в этот магазин. Уважаемые владельцы магазинов, обратите внимание на то, то, что сказал Георг Халатий. Ну, хорошо. Эта разбивка позволяет увеличить продолжительность жизни нашего мотыля на... Вот как бы правильнее говорить «в разы». Потому что, что насыпешь мельницу, из тобой будет сделана мука. Если он изначально, извиняюсь, замученный, то ничего хорошего из этого не выйдет. Дело в том, что если раньше мотыля мыли именно в прямом смысле на мешковине, не повреждая его при этом, то теперь его дерут струной. Это что означает? Дело в том, что это есть такое приспособление у мотыльчиков, которое называется «коза», с натянутыми струнами. Протягиваясь по дну, по типу плуга или сахи, эта саха выдирает из придонного слоя мотыля. Причем, дело в том, что мотыль как бы тоже умный, и, прячась в своих норках, он удерживается не всегда видимыми ворсинками. Есть некоторые виды мотыля, популяции, у которых эти ворсинки больше, у которых они меньше, но присутствуют они всегда. Точно так же и грунт. Он бывает более мягкий, менее мягкий. Соответственно, скорость протяжения этой самой козы, она бывает большой, она бывает маленькой. И вот от этих трех факторов и зависит, до какой степени мотыль оказался неповрежденным и способным какое-то время просуществовать достатые среды, из родной среды обитания. Визуально об этом можно судить очень просто. Если мотыль способен свернуться в колечко, легко это делает, и мало тех особей, которые в колечко свернуться не могут, ну, я уж не говорю о том, что не должно быть погибших особей, то это мотыль хороший. Очень часто говорят о том, что вот мотыль должен быть ярко-красным, некоторые говорят, что мотыль должен быть очень тёмным. Да, кто будет чёрным, кто рубиновым. Очень часто это зависит от конкретной популяции в конкретном водоёме. Правильно ли я понимаю, Георг, что не стоит в первую очередь обращать внимание именно на цвет мотыля, а лучше повнимательнее присмотреться, собственно, к личинкам, к особям, то, что вы говорили, в колечко, сколько там умерших в пачечке, да? Безусловно. Но это именно в первую очередь. Цвет тоже имеет значение, но тут даже больше имеет не цвет, а, скажем, стабильность поставок из одного и того же регионов этот самый конкретный пункт продажи, где вы приобретаете мотыля. К сожалению, этим похвастаться не может практически никто. Например, бывает, что в какой-то год мотыля везут из Питера в Москву. А в какой-то год из Москвы в Питер? Ну, не совсем из Москвы, через Москву в Питер. И такое тоже бывает. Более того, мотыльщики – это как бы люди в себе. О них рассказывают много самых разных страшных историй, о том, как они вредят друг другу, вытравливая водоемы. Но мне больше нравятся анекдотические истории, когда человек берет с поезда посылку с мотылем из одного вагона, из дальнего поезда, и переносит ее в следующий вагон, и отправляет ее назад, в тот же самый город, откуда она пришла. Но уже со своей наценкой. Безусловно. По-моему, тут комментарий излишний. Ну, по-моему, это идиотизм. Не берусь судить. Хорошо, Георг. А на самом деле здесь несколько важных вопросов, которые я в силу, хоть и находящийся человек в теме, но все-таки в силу малой образованности своей, в том числе биологической, наверное, не задал. Может быть, вы сами сможете задать несколько вопросов как раз по мотылю, по его хранению, может быть, по его, не знаю, вот по разбивочным смесям. Задать самому себе. Может быть, самому себе и самому же талантливо на них ответить. Именно вот применительная практика. Вот по поводу применительной практики можно сказать следующее. Дело в том, что как производственник, все еще живой, производящий на протяжении последних 10 лет, то есть, собственно, один из весьма и весьма немногих у нас в стране, я обладаю гипертрофированной ответственностью, поэтому очень осторожно относусь к произносимым словам. У нас очень трудно поймать по мотылю какую-то константу. Поэтому это очень сильно зависит от каждой конкретной партии и условий. Есть как-то более общие вещи. Вот я их сейчас попытаюсь рассказать. В последнее время ряд моих знакомых рыболовов обратил внимание, что гораздо более важно иметь мотыля свежим, чем живым. Как это ни смешно, это существенная разница. А разве это не синонимы? Нет. Ну, как интересно. Поэтому они делают следующее. Они выбирают тот сезон, когда мотыль доступен и он хорош. Чаще всего это период после ледостава. Вообще в поставках мотыля есть как бы три ключевых момента. Когда мотыля выходить на лед ловить еще рано, уже поздно, и когда идет массовый вылет. Соответственно, это первый случай, это был момент ледостава. Второй момент ледокола. И третий момент в нашей полосе, в московском регионе, приходится на май месяц. Это традиционный... Ну, вообще в средней полосе России-то. Да. Это традиционные провалы по мотылю. Вот если умудриться, так сказать, заранее рассчитать свои потребности, то один мой знакомый давно уже так делает. Он быстро замораживает мотыля. После этого оттаивает его в необходимом количестве в воде. В той же воде его и держат. И на сутки летней рыбалки ему этого вполне хватает. Летом это особенно тяжело. Во-первых, резко снижается спрос по мотылю. Во-вторых, резко ухудшаются условия его транспортировки и хранения. Поэтому купить летом приличного мотыля – это проблема. Он вынужден был это сделать, поскольку уезжал на дачу далеко и не имея возможности постоянно покупать мотыля, вдруг убедился, что это оказывается не настолько уж и хуже. То есть, по крайней мере, это сравнимо. Ну, это небольшая новость, так делают многие. После рыбалки остается мотыль, особенно спортсмены. Раз его в морозилочку бросил, а придет весна, по последнему льду все используется. Вот именно об этом я говорю. Когда уже поздно будет идти мыть мотыля. Да, то есть, не обязательно, чтобы он стоял на ушах, главное, чтобы он был свежим. А ну, относительно свежим, насколько это возможно. Потому что, в конце концов, есть игра. А если не игра, то в ряде случаев, допустим, по последнему льду… Игра имеется в виду. Игра. В ряде случаев, допустим, поздний лещ. Ну, это вам, наверное, там исключительно стоячая мормышка, и там шевеление мотыля, там больше запах. Ихтеологи считают, что самый привлекательный запах для рыбы – это запах мотыля. Естественно, если он свежий, то он и пахнуть будет, независимо от того, какой он, так сказать, умерший или не умерший, он будет пахнуть практически одинаково. Тут момент такой, что если мы делаем, допустим, из семечек жмых, ну, собственно говоря, у нас в стране еще не принято специальный семечек делать жмых для рыбалки. У нас по-прежнему, насколько мне известно, используют тот жмых, который остается после маслобоя. То он прокаркает в течение буквально нескольких недель. Об этом тоже мало кто знает, но предпочитают не задумываться и удивляться, а почему-то такие рыбы перестали клевать. Также и здесь, что если личинка осталась целая… Это еще… Это очень хорошо. Это значит, что будучи замороженной, как сейчас принято морозить, быстрая заморозка у ягод. Так и с мотылем практически все у него останется внутри в первозданном виде. И, соответственно, запах будет… Может быть, он будет менее концентрирован, но он будет достаточно сильным для привлекательности. Я думаю, что он будет как бы не на десятки процентов менее концентрирован, но на единицы процентов. Все-таки там ничего не осталось. Если заморозка успешная и быстрая, то все встанет на свои места. Прекрасно. Еще вам. Ряд рыболовов на самом деле считает, что самое главное не то, что мотыль шевелится, а то, что он при этом пахнет. И практически отказывается от прикормки мелким мотылем, заменяя его давленным крупным мотылем, перемешивая его с прикормкой. Или используя всяческие приспособления, ну, например, чеснокодавку. Вот червя, скажем, режут ножницами. Мотыль все-таки достаточно мелок, и для того, чтобы именно пустить сок, именно пустить этот запах, лучше его раздавить сильнее. Для этого ножницы тройные, которые променяются для червя, недостаточно. А блендер? Или блендер. Но тут ситуация такая, как бы все это нужно сделать быстро и непосредственно до. То есть этот блендер должен быть либо ручным, либо это нужно сразу заморозить. Это вот тоже отдельная история. Насколько мне известно, это еще активного применения не нашло. То есть ряд насадок – это опарыш, это мотыль, червь менее, потому что его все-таки не режут на такие мелкие кусочки, которые при умершлении и превращении в суспензию начинают моментально окисляться. Чем существо более низкое по биологической лестнице, тем больше у него ненасыщенных кислот. Можно применять консерванты, можно пойти совсем простого пути – тут же заморозить. Более того, можно подкармливать будет именно этими кусочками льда. Тут же возникает вопрос, они будут всплывать, но тут же возникает ответ. Значит, туда надо добавить песка или гравия. И сейчас мы говорим о времени, когда зима уходит, последний лед, вот наступает весна, и уже все больше и больше людей выходят на открытую воду. Что я имею в виду? Может быть, несколько слов о тех видах и о сохранности тех видов примана, которые используются, насадок, которые используются уже в этот переходный период. Вот последний лед еще. Страна у нас просто огромная. Если в Архангелогородце еще месяца полтора-два точно будут ловить со льда, то, я не знаю, в Краснодарском крае уже как, уже 2-3 месяца, как уже во всю идет плотва, да? Ну, я так. Тем не менее, это все-таки опарыш и личинки каких-то еще других вот экзотических, всяких мошек, а не их два слова. Дело в том, что это прежде всего, конечно, опарыш. Вот, причем, как бы, в ряде случаев народ уже настолько привык к тому, что можно купить опарыша, прийти с ним на рубалку с утра, а к обеду обнаружить, что уже там половина куколок, так называемых кастеров, что довольно тяжело пришлось перемалывать это сложившееся мнение. Мы на протяжении последних 10 лет занимались направленной селекцией и вывели специальную популяцию мух, которая позволяет даже в обыкновенной комнате, то есть при комнатной температуре, получить, скажем, из всей массы опарыша, допустим, если мы взяли литр, то за месяц при комнатной температуре, без применения каких-либо дополнительных условий, там окуклиться, ну, скажем, половина. Это вполне приемлемый результат, тем более, что свеже окуклившийся опарыш – это тоже само по себе достаточно привлекательная насадка с одной стороны. С другой стороны, её можно просто тупо добавлять в прикормку, причём при этом раздавливая, что тоже будет весьма способствовать появлению специфических запахов жиров и аминокислот, что весьма и весьма привлекательно для рыб. Нам удалось добиться буквально фантастических результатов, как бы рекордом у нас считается то, когда человек купил в магазине баночку нашего опарыша и ловил на неё два года. Он ловил, конечно, не каждый день, человек был занятый, он половил, поставил в холодильник, половил, поставил в холодильник. В ряде случаев у других видов мух именно поэтому мы от них отказались. Если запускается процесс приводящего окукливания, то он уже не останавливается никак. Я хотел бы, чтобы вы на секунду вернулись к двум годам и ещё раз сказали, что это два раза по 365 дней. Да. Я просто не поверил, даже вам, кого знаю достаточно давно и доверяю как профессионалу. Этого не может быть. Нет, год это повторялось десятки и сотни раз. Люди, допустим, забывали на месяц в багажнике автомобиля, который оставался на солнце, расколялся, там температура доходила до 40 градусов наружнее. Они приезжали, ну, надо, наверное, достать, выпустить мух из жалости или просто выбросить эту баночку. И с изумлением обнаруживали, что опарыш, ну да, там появилось 3-4 куколки, но опарыш остался целым. Я буквально на 2-3 слова вернусь к мотылью. Значит, я просто проакцентирую. Очень много разных видов разбивок. С каждой из них нужно работать. Работать, включая голову. Когда-то нужно это сыпать больше, когда-то это нужно меньше. Для разного мотыля это нужно делать по-разному. То есть никаких готовых рецептов в данном случае, к сожалению, не существует. То есть больше советуйтесь друг другом. Чаще главное, как, собственно, и везде, включайте голову. Это принимается, это прям практически конец программы. Однако, хотелось бы два слова о цвете опарыша, о типоразмерах, и все-таки несколько слов об экзотических приманках, о насадках. Значит, как показала практика, в подавляющем большинстве случаев для опарыша существует понятие светлый, понятие темный. В нашей воде, темной воде, то есть не прозрачной морской воде, это белый и красный. Где-то в 90% случаев это не имеет решающего значения. Но в остальных 10% бывает так, что оно имеет даже не решающее, кардинальное значение. Причем бывает, что выстреливает какой-то один цвет. В моей практике был случай, когда выстрелил синий цвет. Бывает, что даже в течение одной рыбалки, особенно на такой признанной рыбе, как караси, предпочтения эти меняются. То есть вначале было все равно, в середине вдруг проявился красный, потом пошла комбинация, так называемый бутерброд. А закончилось тем, что опять все стало полностью индифферентно. Опять же, возвращаясь к счастью, включайте голову. Ну что же, замечательно. Экзотические насадки. Да. Значит, экзотическим насадкам на самом деле их великое-великое множество, но, к сожалению, не все из них так называемые промышленные. То есть говорить о том, чтобы в промышленном виде производить крыску или ручейника, или казару, ну, пока не приходится. Спроса нет? Спрос есть. Но не так велик, я так понимаю. Велик. Но я плохо представляю. На самом деле, если я с чего-то бы и начинал, то есть, как бы, такие мысли есть. Мы прочно удерживали рынок, но, скажем, и так уже слишком долго на нем держались. Меня по-прежнему пытаются убедить, что совершенно не нужно иметь долгоживущего опарыша, я не спорю. Я просто спрашиваю своих представителей в регионах, и они говорят, да, это очень хорошо. Бывает так, что во время весеннего пика мы не успеваем обеспечить всю потребность, святое место пусто не бывает, наше место в магазинах занимают другие люди, которые как пришли, так и уходят. Люди приходят и говорят, другого опарыша мы видеть не хотим. Георг, огромное вам спасибо, с вами приятно общаться, я получил удовольствие, надеюсь, понравилось и нашим зрителям. Я тоже. Еще раз напоминаю, Георг Халатян, и говорили мы о... Сейчас я вспомню точно, говорили мы о насадках животного происхождения, правильно? Да. Замечательно. Георг Халатян. Меня зовут Станислав Радзишевский, и всякий раз в нашей главной рыбалке мы говорим о чем-нибудь столь же важном и интересном. Счастливо. 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 Счастливо.